Внедрить свой гардероб я точно не смогу. В топку их. Надо оставить. Правы. Мне на самом деле очень нравятся эти брюки. Жалко мне их расслаблять. Одеть платочек и на скамеечку семюшки. Большой привет из Риги, друзья. В последнем ролике расслабления, это было в ноябре месяце, я закончила ролик практически, знаете, с таким вздохом облегчения и сказала вам, фу, наконец-таки я практически все расхламила, остались какие-то мелочи, и у меня теперь очень много свободного места для новых находок. Недавно мы делали в комнате перестановку, чтобы было больше света, освободить место, и я сделала очередную ревизию вещей. В результате, как оказалось, у меня еще есть к чему стремиться. В общем, сейчас вам покажу, что же я все-таки хочу расхламить, от чего я хочу избавиться. Возможно, все-таки что-то надо оставить. Что отвести в благотворительность second hand? Я надеюсь, вы мне посоветуете, потому что у меня есть кое-какие сомнения насчет некоторых вещей. В общем, давайте, друзья, смотреть. Бежевые брюки. По размеру я не знаю, как сейчас они на мне сидят, потому что я вроде немножко похудела. Купила я их осенью ради одного ролика. Я снимала тогда ролики тренды сезона, total look в одном цвете, монохромном, и вот купила эти брюки для того ролика. Хотя, конечно, думала, что, возможно, я все-таки их надену. Но прошло время, я ни разу их не надевала. У них очень хорошая модель. Высокая вот здесь посадка и резиночки здесь. Но я их расшила, эти брюки, вот в поясе, потому что мне они на тот момент очень сжали именно пояс. Здесь все было отлично, а в поясе сжали. И, конечно, сейчас у них вид. Вот здесь, знаете, все видно, что их не отвезешь в благотворительный секонд-хенд. И у меня единственная мысль только вынести их на мусорник. Жилет цвета Camel. Великолепный состав ткани. Купила я этот жилет только для одного ролика. Это был тренды сезона в бежевом цвете. Монохромный образ. После ролика я его положила в шкаф. И благополучно он у меня пролежал достаточно длительное время. Ну, я, в общем-то, надела вместе эти брюки. Бежевые, светло-коричневые. И жилет. Жилет, кстати, на мой взгляд, просто идеальный Camel цвет. Вот просто супер. Ну, там паховая зона слишком обтягивает. В общем, внедрить свой гардероб я точно не смогу. Кстати, воротничок в этом жилете очень хороший. Даже не воротник, а вот вырез. Он закрывает все, что надо закрыть в нашем уже возрасте. Джинсы с ликрой. Достаточно плотные. Интересная модель, интересная расцветка. Купила я их в позапрошлом летом, когда знакомилась с Ренатой. Мы гуляли в Киломаксе. И вот там я их купила. За это время, сколько прошло? Года полтора-два я ни разу их не надела. А джинсы мне эти маленькие. Вот представляете, это всего два года назад, когда я их покупала. Когда мы с Ренатой гуляли по секунду, мне эти джинсы были хорошо. И вот я, получается, за год, а ну да, я же за год набрала 10 килограмм. И все равно, при том, что я сейчас немножко похудела, мне эти джинсы маленькие. В ляжках жмет, балконы висят. В общем, категорически нет. Блузка от КОС. Тоненькая, симпатичная, красивого цвета. Мне вроде подходит. Но мне не нравилось изначально вот это место. То, что, знаете, оно как-то сшито неаккуратно. И я решила от нее все-таки расхламиться в результате. У нас в секонд-хендах довольно часто попадаются вещи от КОС. Хорошие, хороших составов и хорошие модели. Про эту блузку, друзья, не знаю, что сказать. Ну вот, некомфортно мне в ней. И все. Вот этот перед прошитый, на мой взгляд, очень неаккуратно. Модель какая-то такая вот именно из-за этого низа. В общем, некомфортно. Блузка от Елена Миро. Или Елена Миро. Не знаю, как правильно произносится. Комбинированная. Вот здесь была зашита. Я расшила. Чтобы было длиннее. Один раз надев. Я какой-то даже ролик снимала в этой блузке. Я поняла, что она, наверное, все-таки мне маловато. Либо коротковато. Как-то некомфортно мне в ней. Плечи хорошо. Длина рукава три четверти. В груди жмет чуть-чуть. Длина самого изделия тоже хороша. По цвету комбинированная блузка вроде неплохо. Но, знаете, вот иногда ты думаешь, Господи, ну чего ты это купил? Деньги вроде, ну, небольшие совсем. Ну, зачем ты это купил? Бархатное платье. Футляр. Без рукава. Купила я это платье в ноябре прошлого года. Специально для встречи Нового года. Ну, так как я болела, Новый год встретила дома, можно сказать, на диване. То это платье я никуда еще не надевала. И я так понимаю, что не надену. Возможно, вы скажете, Лена, в своем гардеробе надо иметь одно выходное платье. Я с вами соглашусь. Но здесь нет рукава. И последнее время меня как-то смущают вещи без рукава. Абсолютно простое. Кстати, я даже не знаю, как оно на меня сядет. Потому что, когда я его покупала, было очень хорошо. Ну, так, знаете, не обтягивала, не было свободно, просто облегала. Вот сейчас померяю, покажу вам, как же оно все-таки на мне сейчас сидит. Бархатное платье сидит вроде бы неплохо. Хоть и выглядит... Нет, скорее всего, не маленькое. Ой, нет, скорее всего, небольшое. Очень, кстати, хороший здесь вырез. Ну, вот то, что нет рукава, немножко меня смущает. Хотя, вы знаете, бархат, возможно, и подразумевает платье без рукава, чтобы что-то красивое сверху надеть. Какой-нибудь кардиган или болеро какой-нибудь. У меня, правда, его нет. Но есть, в принципе, к чему стремиться и поискать что-нибудь на это платье. Еще одно черное платье, которое я очень долго носила. Я не знаю, как оно на мне по размеру сейчас сядет и что с ним делать дальше. Повесить ли я его в шкаф для какого-то случая, либо все-таки отвезти его в благотворительный секонд-хенд. По размеру это платье мне достаточно неплохо. Модель у него хорошая, мне нравится. Три четверти рукав. Вероятно, оно мне просто как-то, знаете, поднадоело. Потому что я его достаточно за года два или сколько я его там купила назад, я его достаточно много носила. И недавно мне комментарии написали под каким-то, по-моему, Total Black роликом, что Лена, вам надо носить длину ниже колена. Я с вами категорически не соглашусь. Вот просто категорически. Не потому, что даже мне, а женщинам моего роста, а у меня метр пятьдесят восемь, категорически, на мой взгляд, нельзя носить платье вот сразу ниже колены. Либо вот такой до колена, либо уже миди. Потому что, на мой взгляд, длина платья вот сразу ниже колена однозначно прибавляет возраста. И даже не говорите, что там надо каблучок носить и, знаете, вот все остальное. Наша современная жизнь подразумевает кроссовки, кеды, а каблучок либо в офис, либо на праздник. Я большая любительница шапок, которые практически не ношу. И у меня, смотрите, собралось очень большое количество шапок. Причем вот такой модели и практически все серые. Единственное черное, с такими вот камушками. Зачем купила, не знаю. Думаю, что это точно пойдет на мусорник. И какие-то вот это, я думаю, что пойдет на мусорник. Ведь она растянутая. Я купила ее, потому что вот эта длинная часть, мне казалось, что мне очень хорошо. Голубые джинсы, купленные в секонд-хенде в мужском отделе. Винтажный хумане. Мне очень понравился и до сих пор нравится их цвет, их модель. Единственное, что мне не нравится, и почему я думала от них расхламиться, это пуговицы. Ну, что я могу сказать по поводу этих джинс. Очень красивый цвет. Они мне жмут немножечко, так, знаете, плотно. Хочется как-то посвободнее. Поэтому все-таки в топку их. Все-таки, наверное, надо расхламиться от них. Джинсы модель бойфренда. Бойфренда. На моей фигуре это совсем не бойфренда. Ну, про этот вариант, друзья, могу сказать только одно. Женщины, покупайте джинсы в мужском отделе и будут вам бойфренды. Потому что это безобразие. Ну, правда, этим джинсам уже, наверное, года 4. Майка. Простая серая майка. Купила в прошлом году хороший бренд. Скоттиш сода. Опять-таки, возможно, неправильно произношу. Интересная аппликация здесь. В общем, ни разу не надевала. По размеру тогда, когда покупала, было хорошо. Сейчас не знаю. Буду мерить, показывать вам. Да, эту майку однозначно надо оставить. Просто вот я ее купила в прошлом летом, по-моему, и она как-то лежала, и я как-то на нее не обращала внимания. Но сейчас я представила, что даже вот с этими брючками, сирыми, неплохо, да и с голубыми джинсами будет хорошо. В общем, по размеру она на мне неплохо сидит. Эту майку точно оставлю. Топик от Майкл Корс. У него очень красивая модель. Я купила в прошлом году. Предлагала, кстати, на втором канале. Никто не отозвался на мой призыв ее вот этот топик купить. Не по размеру, он хорошо. И можно было бы его оставить себе, но слишком открытые руки. Поэтому этот топик поедет благотворительный секонд-хенд. Возможно, кому-то там он понравится. Ну вот нравится, друзья, мне этот топик. На мне лично. Не знаю почему, но нравится. Возможно, потому что вырез очень красиво смотрится. В общем, не знаю, друзья, почему нравится, но все-таки я ее расхламлю и 100% отвезу в благотворительный секонд-хенд. Коричневые брюки от хорошего производителя Монтон. В составе есть шерсть. Интересная модель. Вот здесь широкие. Видите, защипы. И книзу зауженные очень сильно и манжетик. Белых только для одной цели. Мне на тот момент, да и сейчас тоже, очень хочется мартинсы. Но я не смогу их купить, потому что они очень дорогие. От брюк мне придется избавиться. Хотя, может быть, и оставить. Когда я их покупала, мне было очень узко в поясе. Я как бы могла их застегнуть, но было очень плотно. Мне интересно сейчас, как они на мне сядут. Покажу вам, что скажете. Куда их все-таки положить и подождать, когда я смогу купить мартинсы или все-таки их на мусорник или благотворительный секонд-хенд. Кто скажет, что я выгляжу Карлсоном и мне не хватает моторчика сзади. Друзья, вы не правы. Мне на самом деле очень нравятся эти брюки. Конечно, тут длина такая, знаете, блин, ну, просто жалко мне их расслаблять. Скорее всего, я все-таки положу их до лучших времен. И, возможно, я куплю высокие ботинки. И мне очень интересно ваше мнение. Вот, какую обувь здесь можно подобрать к этим брюкам. Потому что мне очень нравится цвет, мне очень нравится модель, мне очень в них комфортно. И даже я застегнулась хорошо в поясе. Представляете, какой это прогресс. В общем, что скажете, друзья. Первые брюки простые, классические. Они достаточно плотные, сидят на мне неплохо по размеру, но я решила от них избавиться, потому что разонравился цвет. Он изначально мне не нравился. Я купила их только по одной причине, что они хорошо на меня сели. Обычно достаточно сложно найти брюки, чтобы сидели хорошо. Но эти сели хорошо, и я их тогда купила. Сейчас я понимаю, что носить я их не буду, приспосабливать свой гардероб не буду, поэтому пришло время им куда-то расслабиться. Какое-то у нас очень смешное расслабление проходит, и мне все время хочется над собой постебаться. Я не знаю, почему, но глядя сейчас на себя как-то знаете, одеть платочек и на скамеечку семюшки лозгать. Я показала все, практически все, что на данный момент я нашла у себя, что наконец-таки надо расслабить. Ну и, конечно же, жду ваше мнение, что куда, что оставить. У меня сомнения берут брюки монта темно-коричневые, которые под мартинцы. Мне хочется их оставить и с чем-то придумать, потому что сидят они на мне, на мой взгляд, хорошо. Сто процентов платье бархатное, я думаю, что его надо оставить, потому что оно село на меня достаточно неплохо. Единственное, прикрыть руки. Но только я не знаю, надо ли все-таки, потому что ткань, бархат. Ну и еще, конечно же, у меня есть сомнения по поводу нескольких вещей. В общем, друзья, спасибо вам за ваше мнение, за ваши советы. Хорошего вам дня и пока-пока!